Святой Андрей, архиепископ Кесарийский. Апокалипсис. Толкование. 1909 год. Отдел 7. Статья 19. От 144 тысячах людей, не претерпевших вреда от язвы четырех ангелов. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Разумея под четырьмя ангелами то, что подвергающиеся бедствиям не могут никаким образом избежать гнева Божия, ни на суше, ни на море, некоторые относят это к случившемуся прежде гонению на иудеев от римлян. Но мы думаем, что все это в сильнейшей степени должно произойти в пришествии Антихриста. И не в иудейской стране, в частности, а во всей земле, по четырем углам которой, как он говорит, будут стоять ангелы, свершители назначенного им Богом и неизвестного для нас служения. Удержание ветров служит свидетельством разрушения, подчинения твари и неотврастимости зла, так как все растущее на земле растет и питается ветрами. При помощи их плавают и на море. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря. И видих иного ангела, имущего печать Бога Живого. Что было открыто некогда и Эзекиилю о муже, облаченном в падир, длинную льняную одежду, который налагал печать на лица стенящих, чтобы не погубить вместе с грешниками праведных, ибо и ангелы не знают тайных добродетелей святых. То же самое и теперь открывается Блаженному, когда повелевается главным святым силам не вредить согрешившим до тех пор, пока не узнают они служителей истины, отмеченных печатью. Это отчасти случилось уже, когда многие тысячи уверовавших во Христа, как говорит великий Иаков Блаженному Павлу, избежали опустошения римлянами Иерусалима. Но с особую силу это сбудется, как уже было сказано, во время пришествия Антихриста, когда верных, носящих знамения Христа, непосрамленно и дерзновенно пред неверными, отличит от них печать животворящего креста. Поэтому-то ангел и говорил, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Тварь, как созданная ради нас, причастна бедствиям во времена нашего наказания, так же, как и радуется вместе со святыми во время их прославления. Отсюда следует, что и украшенные добродетелями во время напастей нуждаются в ангельской помощи по силе данной печати Духа, которая, правда, проявляет свою силу лишь поскольку мы сами обнаруживаем свою деятельность. И если кто не получает от нее помощи, то лишь по причине своего нежелания. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилев. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Значение имен 12 патриархов. Иуда переводится словом «исповедание», которым отличаются спасающиеся исповеданием Христа, произошедшего от Иуды. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Рувим – значит сын видения. Этим означаются те, кто сердечную чистотою приобрел духовное видение. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Гад – искушение. Им знаменуются получившие славу за перенесение искушений, подобно Иову. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Асир – блаженство, указывается на получивших владычнее блаженство за достойную жизнь, сподобившихся стать одесною Христа и оказавшихся сынами дня и света. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Нефалим – это молитва, указывается на прилепляющихся к Богу непрестанную молитвою. Из колена Манасеина запечатлено 12 тысяч. Манасея – забвение, указывается на оставивших ради угождения Богу все, что позади их, и отеческий дом. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Симеон – это послушание. Указывается на оправдываемых за повиновение божественным заповедям. Из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Левий – приятный, указывается на принятых Христом за жизнь, достойную священника. Левий стоит восьмым, ибо истинное священство открывается после восьмого дня воскресения. Из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. Из Сахар – награда, указывающая получающие от Бога награду за добродетельную жизнь. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Завулон – жилище силы или благоухания. Этим обозначаются укрепленные через вселение Христа на страдания и соделавшиеся по апостолу его благоуханиям. Послание к Коринфанам. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Иосиф в приложении указывается на тех, которые по Слову Господа вместе с Небесным Царством получат как бы в добавление и все необходимое в земной жизни. Из колена Вианиминова запечатлено 12 тысяч. Вениамин – сын болезни или сын дня или сын денницы. Указывается на пополняющих число спасаемых по причине скорби сердца или на избежавших римского пленения, уверовавших из иудеев, или, что вернее всего, на иудеев, спасающихся через веру при кончине мира. Так как апостол говорит, донде же исполнение языков внедит, и так, а весь Израиль спасется. Послание к римлянам. Но можно принять то и другое толкование. Одинаковое число спасаемых из каждого колена, я думаю, указывает на плодовитость апостольского семени. Потому что число 12, взятое 12 раз и умноженное на тысячу, дает это число спасенных, которые были учениками семени, упавшего на землю по человеколюбию и произраставшего столь многоразличный плод всемирного спасения. Но пусть будет известно, что колено данного не упоминается с прочими, потому что из него произойдет антихрист. Вместо же него упоминается колено Левина, издревле священническое, не входящее в число колен. Значение имен дает возможность каждому из них приложить некоторое рассуждение, что и сделано выше. Иосиф упоминается вместо сына его Ефрема. Приведенное число считается равным по числу древних коленоначальников еврейских и поставленных вместо них, как было сказано, князьями всей земли 12 апостолов, через которых спасутся иудеи, рассеянные по земле. Продолжение следует...